Денис Индюков и его единомышленники собрались у здания училища связи, чтобы отправиться в Тотское. Дениса провожала его мама и беременная супруга. Ради них он и решился защищать родину. У нас скоро ребенок родится. Хотелось бы, чтобы она, точнее девчонка, жила в спокойствии. Не думала о своей угрозе в жизни в нынешнее время, чтобы у нее сложилось так же в жизни все хорошо и спокойно. Мы, наверное, посетим полигон Тотское. И будем проходить, наверное, в течение от двух недель, так сказать, до месяца, наверное, обучения, владения оружием, вспоминания, навыков своих военных. И в дальнейшем отправимся уже в эшелон Донецкую Народную Республику. Дмитрий Рыбалов ранее работал в компании Ростелеком. Он настраивал ульяновцам интернет и телевидение. Когда началась спецоперация в Украине, Дмитрий принял твердое решение записаться в добровольцы. Женат двое детей, скоро появится третий. Дмитрий готов помочь нашим военным защитить интересы страны. Но служить далее по контракту Дмитрий не будет. Как вернется на гражданку, он планирует работать на прежнем месте и помогать супруге. Январем мне должен родиться третий ребенок. И все-таки уже будет жене тяжело, если я буду постоянно в разъездах. Все-таки военная служба – это довольно-таки частые командировки, разъезды. Примерно дюжина парней отправилась на полигон в Тотское от здания бывшего училища связи на улице Тухачевского. Мы желаем им счастливого пути и следим за их судьбами. Виктория Черкова, Данил Сурков. Управда ТВ.